Монако Монако-яхт-шоу – болт-шоу, в котором принимают участие несколько десятков тысяч человек со всего мира. Это грандиозное событие в яхтинге привлекает и профессионалов, судостроителей, дизайнеров, брокеров, и потенциальных клиентов, и светскую публику. Монако-яхт-шоу – это наиболее известная во всем мире выставка яхт, которую, по мнению ее постоянных участников, нельзя пропустить. В этом году на шоу можно было увидеть 100 яхт длиной от 25 до 90 метров. Всего же здесь были представлены более 500 морских судов класса люкс, среди которых особым интересом пользовались новинки яхтенной индустрии в сегментах супер-яхты и мега-яхты. Однако не только плавучей экспозицией славится «Монако-яхт-шоу». Среди традиций выставки – организация эксклюзивных концертов и шоу-программ для гостей и участников. Церемония закрытия нынешнего 22-го сезона парада яхт проходила в русском стиле. Для выступления в элитном яхтином клубе «Монако», который принадлежит принцу княжества Альберту, пригласили самарскую группу «Ди Блэк». Для нас это большая честь, когда такое происходит. Это соединяет и объединяет. Я рад, что месье Аветисян принял наше предложение. Хиты Эрика Клэптона музыканты «Ди Блэк» исполняют близко к оригиналу, но со своей интонацией. В арсенале группы – перкуссия, губная гармошка, саксофон, флейта и даже армянский дудук. По литру звучания дополняют приглашенные артисты из Барселоны – трубач и тромбонист. Ребятки, здорово, совершенно хватает материал. Потрясающе, мне нравится. И они, как бы, видно, что глаза горят. И причем сегодня новое звучание я услышал. Это себе на заметку возьму. Когда на Монте-Карло опускаются сумерки, в яхт-клубе собирается светская публика. Подчеркивая русский стиль вечеринки, на залитой льдом площадке танцует красавица-фигуристка. А затем, после приветственного слова президента клуба, звучат первые аккорды клептомании. Двухчасовая программа на языке, понятном всем собравшимся, словно антология творчества Эрика Клептона. В нее вошли и хиты молодого гитарного бога, как называли музыкантов в конце 60-х. И композиции повзрослевшего, пережившего удары судьбы человека, каким Блюзман стал в 90-е. Яростные роковые аккорды сменяются балладными ритмами. А когда наступает пора танцевальных хитов, к музыкантам присоединяется певица Моника Грин. Темпераментная американка выступает с группой «Не первый год». Она принимала участие в концертах «Ди Блэк» в Испании. И по приглашению Владимира Аветисяна приезжала в Россию, чтобы спеть с самарцами в Москве. Это суперпрофессиональные музыканты, прекрасная группа. Очень слаженно играет, и все эмоции передаются в зрительный зал. И программа очень интересная. Я слышала много групп, которые играют трибюты Эрика Клептона. Они делают это лучше других, поэтому я здесь. По-моему, все было замечательно. Мы с собой были довольны, а все остальное, в общем-то, приложилось. В зале были мои знакомые и друзья, их было очень много. Поэтому это была такая, скорее семейная, чем концертная атмосфера. Я не ожидала, что концерт будет настолько хорош, что член клуба может играть такую музыку. Я провела весь вечер, слушая эту музыку со своими детьми и своим мужем. И мне безумно понравилось. Это на самом деле прекрасное закрытие сезона в Монако, потому что после сегодняшнего дня ничего не будет происходить уже, так сказать, много-много-много недель. Это домой взят великолепное закрытие сезона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова